Подготовка к монашеству Как можно подготовиться в миру к жизни в монастыре? На что обратить внимание при выборе монастыря? Ну, конечно, в миру, а где же нам готовиться к монастырю? В монастыре люди не рождаются, дети, бывает, воспитываются при монастырях, но надо им все-таки пройти, бывает, и какой-то этап светского, взросления, образования для того, чтобы дожить до того времени принятия решения, когда могут они уже из этого мира уйти. Так что, живя в миру, конечно же, можно для свободного человека, который хочет этого и нужно, готовиться к монастырской жизни. Живя в миру, не по-мирски. Сам мир еще не обрекает нас на противохристианское жительство или на чуждое монашескому обиходу, транзиции существования. Дело в том, что в монашеском постриге даваемые обеты, за исключением того обета, который связан с невозможностью впоследствии иметь детей. Обет целомудрия. Есть всего лишь повторение уже привнесенных обетов крещения. Монашество не вступление в область какого-то другого Евангелия для посвященных. То же самое Евангелие, которое обращено ко всем людям Земли, ко всякому человеку, грядущему в мир, оно же действует и в монастырях. Только монашеские обеты являются торжественно объявленной решимостью присутствия братья, игумена, самого Господа всерьез отнестись к обетам своего крещения. Так что условия монастыря помогают исполнить те самые наши общихристианские заповеди, которые распространяются и на мирян. Следовательно, чистая церковная жизнь является лучшей подготовкой к монастырю. А в чем состоит эта жизнь? Конечно же, в частом участии в богослужении, конечно же, либо в благочестивом девстве, вдовстве или супружестве. Наивно думать, будто супружество не является подготовкой к высшему образу жизни, ангельскому, монашескому. Апостол Павел говорит, собирайтесь вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим, но имейте и опыты целомудрия, воздержания от телесной близости. Обращается он к благочестивым супругам, ибо все видимое временно, невидимое вечно, и надлежит вам трезвиться, бодрствовать, помню, что уходит образ мира сего, и не должна человеческая личность ничему принадлежать слишком из этих мирских красот и забав, и утешений. Потому и добрая, исправная, благочестивая, верная, целомудренная, исполненная чадородия. Супружеская жизнь тоже является подготовкой к высшему образу жизни, и нередко такое знает церковная история, когда прошедший, исполнивший труд супружества православного, когда овдовел или вместе с матушкой, с супругой расходятся по монастырям, впоследствии становились и великими подвижниками благочестия, добрыми монахами, епископами и даже святыми. Так что есть определенные склонности, которые помогут молодому человеку или девушке укрепиться в своей решимости, оставить мир и поступать в монастырь. В общем, это та благочестивая жизнь церковная, о которой мы уже упомянули, а в частности это все-таки стремление к частому причащению, участию в богослужении. В соответствии как раз со святоотеческими рекомендациями, потому что по определению преподобного Серафима Саровского всякое причастие — это шаг к своему просвещению и просветлению своей души. Конечно, чтение святых отцов, включение их в круг своих друзей. Друзьями называл умирающий Александр Сергеевич Пушкин книги, стоящие на полках его окружавших. Мы призваны сделать друзьями не просто литераторов, писателей, составителей разных книг и брошюр, а святых мужей, оставивших свои жития и писания. И это, конечно, существенно приближает их читателя к высоте их жизни, очень часто монашеской для святых, для канонизированных уже церковью подвижников. Условием необходимым для приближения к монашеской жизни является некоторое приобретение навыка сторониться лиц противоположного пола, поскольку тот, кто страдает такой, может быть, излишней общительностью и склонностью к поддержанию каких-то особых отношений с противоположным полом, с трудом переживет серьезную смену образа жизни, когда кругом окажутся только лица твоего пола, а вот всякая склонность к романтическим знакомствам останется только как нарушение благословения настоятеля, какие-то тайные связи с случайно зашедшими, оказавшимися в обители или встретившимися при посещении мирских домов. И если не приобрести некоторого, если не навыка, то во всяком случае склонности к этому отчуждению от противоположного пола, то очень трудно будет потом уже в некотором голоде такого общения, находясь за стенами монастыря, не иметь регулярных преткновений в помыслах, а то и не только в помыслах, при мелькании женских лиц в твоей жизни уже нового формата. Хорошо живется афонской братье, где по древнейшим уставам, по велению самой Богородицы, женский пол не присутствует ни в каком виде. Это, конечно, существенно облегчает брань, присущую человеческому падшему естеству и расположение чувственное к противоположному полу, когда остается задача только навести порядок в собственных помыслах. Примером этого является преподобный Сеулан Афонский, который в своих воспоминаниях сообщает, что он однажды принял нечистые помыслы и увлекся, тем более, что в юности у него были некоторые опыты увлечения женским полом до его монашеского служения. И духовник мне сказал, никогда больше не принимай этих помыслов, то есть не сочувствуй им, не медляй у них, а всегда отсекай. И следующая фраза, простая и ясная, преподобного Сеулана нам обнаруживает замечательное подлинное монашеское устроение. И я с тех пор никогда нечистые помыслы не принимал. Удобно живя на святой горе Афон, когда внешних соблазнов у тебя в этом смысле нет, а остается только навести порядок в собственном сердце. И тот решимостью и простотою изгоняет моментально при каждом появлении нечистых помыслов от себя, от своего сочувствия эти самые наваждения, то и живется ему легко, привольно, просто и весело. Это действительно несмущаемое, когда человек не смущается от всех этих прилогов, вражьих. К подготовке к монашеству можно отнести соблюдение постных дней, среды, пятницы, больших постов, поскольку монастырская жизнь уже непрестанный пост, а обед непрестанного поста звучит во время самого пострига. И ограничения мясной пищи бывают уже свойственны тем людям, которые еще не являлись монахами, но стремятся к этому, и для них это уже как-то не является особой трудностью. Есть целые церковные сообщества, которые стремятся пребывать в непрестанном посте, например, иконописцы и мужского, и женского пола, насколько я знаю, чаще всего чувствуют какую-то особую ответственность и ради своего служения пребывают подобно монашествующим в ограничении себя, даже и в те дни скоромные, когда позволяется для мирян в кушении мясной пищи, все равно от нее отдаляются. Никакой большой потери в этом нет. В общем, некоторый навык, во-первых, в соблюдении внешних общих постов, а с некоторым еще и большим усердием, это тоже признак человека, которому может быть вполне и пригоже будущее монашеское житие. Ну, а, пожалуй, главным признаком того, что человека потихонечку призывает Господь и к этому совершенному монашескому жительству, это стремление к непрестанному призыванию имени Господа Иисуса Христа в глубине сердца и не только исполнение утренних вечерних молитв, чтение псалтири, хотя бы одной кофизмы, в день чтение ежедневное Священного Писания Нового Завета, Евангелия, апостольского. Но и между этими правилами, между посещениями богослужений, стремлением хранить ум и сердце в словах Иисусовой молитвы, это то дело, которое как раз и приводит человека в более удобную среду его этого дела, реализации, дело молитвы, монашескую жизнь. Как говорил Феофан Затворник, сел бы в храме и сидел там целый день. И говорит он, это не потому, что не любил трудиться, а потому, что для его молитвенного расположения внутреннего более всего подходила монашеская жизнь, что он и исполнил по своей жизни, а впоследствии, уже воспитав себя до непрестанного богообщения, явил нам и особый чудесный подвиг затвора, которым и пребывал уже до своего исхода из земной жизни в Небесное Царствие, которым ныне пребывает с Господом. И молитв его мы просим о том, что просветил и наши умы и сердца на пути к жизни христианской совершенной. Субтитры создавал DimaTorzok